Всем привет! Хотите жить разом во всей Европе? Ну, к примеру, сегодня в Голландии, завтра в Англии, послезавтра в Италии. Решение есть. Покупайте себе лодку. С вами Ярослав Кабаладзе. Я эксперт номер один на федеральных каналах в сфере недвижимости. А теперь еще и в лодках. Я только что вернулся с регаты и всерьез задумался, а не купить ли мне вместо недвижимости лодку? Да, конечно, звучит изначально как-то авантюрно, но давайте вместе в этом выпуске разберемся, насколько это может быть выгодно и интересно. Обязательно досмотри это видео до конца. В нем я не только покажу нашу яхту, но и расскажу, сколько это стоит. А также подведу итоги всех плюсов и минусов проживания в ней. В общем-то, это звучит как интересный лайфхак. Купить яхту и жить разом во всей Европе. Ты ни от кого не зависишь, сам себе хозяин, выбираешь любой берег, к нему предстаешь, ставишь лодку, кайфуешь, отдыхаешь, плаваешь. С недвижимостью немного сложнее. Если человек купит обычный объект недвижимости и вдруг по каким-то причинам ему срочно нужно будет продать, или ему просто не понравится проживание там, то он столкнется с проблемами местного законодательства, ну и этот объект недвижимости станет для него просто пассивом, который выкачивает деньги. Кто купил недвижимость до пандемии, сейчас отделен от нее. А по местному законодательству, к примеру, в Испании, любой бомж может туда залезть, и ты его оттуда никак не выкуришь. Он будет просто проживать и пользоваться всеми твоими благами, а ты за это будешь платить. И тут нам поможет лодка. В Европе распространено вид недвижимости в виде лодки. Ты просто покупаешь лодку, проживаешь там и путешествуешь от города к городу, от страны к стране. За полгода можно объездить всю Европу и определиться для себя, где тебе нравится и где тебе интереснее. А там, где, к примеру, было скучно, ты просто мчишь к следующим берегам. Сколько это стоит? Лодка, подходящая для жизни на воде, начинается от 70 до 100 тысяч евро. Закладывайте туда 10% годовых ее стоимости в обслуживании. Ну и, конечно, бензин, он идет сверху. Это небольшая лодка. Ты сам в ней будешь капитаном, поваром и стюардом. Но это аналог дома на колесах. Отличное предложение. Лодочный рынок в Европе очень хороший. Лодка за 5 лет потеряет всего лишь 10% ее первоначальной стоимости. А если вы заказывали какое-то эксклюзивное для себя предложение и ждали его пару лет, то вам еще и накинут 20% ее стоимости, как только она сойдет с конвейера. Круто и выгодно. Но, как правило, никто не продает, потому что они ждали свою конфетку так долго времени и согласовывали каюту, кухню, дизайн лично. Долго ли учиться и сколько это стоит? Базовые курсы продолжительностью 4-7 недель обойдутся вам в 1150 евро. Это вполне подойдет для того, чтобы вы могли путешествовать и проживать на лодке. Круто! За тот период, пока вы будете проходить курсы, можете выбрать себе лодку. Ну, это такой лайфхак. А там для тебя открыт весь мир. Намного удобнее, чем любой остальной вид транспорта. Давайте составим список, куда вообще можно сходить на яхте. Напишите в комментариях страны, города, где бы вы хотели побывать. И мы таким образом составим общую путевую карту. Как вообще понять, твое это или нет? Ведь у вас может быть элементарно морская болезнь или вам просто не понравится. Аренда лодки с капитаном приблизительно 5000 евро за неделю. И тогда по итогу вы уже сможете определиться, нравится или нет. Еще один вариант. Какой-нибудь яхт-тур. Не нужно снимать капитаны, лодку. Просто вписывайтесь в уже существующую регату. Это приблизительно обойдется вам 90-150 тысяч рублей. И вы за неделю уже точно поймете, есть морская болезнь, нету, подходит это вам или нет. А теперь, как и обещал, поговорим о плюсах и минусах. Плюсы. Ты абсолютно свободен. Ты можешь попасть в любую страну. Даже те, которые закрыты для путешественников из-за пандемии. Просто прибиваешься к берегу, спускаешь якорь и начинаешь получать удовольствие. Когда начинаешь жить на лодке, начинаешь иначе воспринимать ресурсы. Ты превращаешься из бездумного потребителя в думающего пользователя. По-другому воспринимаешь такие ресурсы, как пища и вода. Совсем по-другому начинаешь относиться к мусору и экологии вокруг тебя. Лишний раз подумаешь, когда моешь посуду, тебе оставить кран включенным или все-таки наполнить раковину, помыть в ней все тарелки и потом ее смыть. Вокруг тебя всегда будет большая компания. Все будут хотеть, особенно в выходные и праздничные дни, провести с тобой время вместе. Здорово же. Также к этому можно отнестись и как к бизнесу. Не только получать удовольствие от путешествия, но и периодически сдавать ее в аренду. В почасовую, дневную, недельную. Из минусов. Тебя может сильно укачивать. Тогда жизнь на яхте совсем не для тебя. Одежда, со словом «яхтмен» в цене на 30-40% становится дороже. То есть, если тебе нужна куртка, водонепроницаемая, особенная какая-то для путешествий на яхте, она сразу будет стоить дороже на 30-40%. Как ни крутить, 10% годовых стоимости яхты для ее обслуживания – это тоже дорого. И я это отношу больше к минусам, чем к плюсам. Налог. Ну, это плавающая такая графа расходов. В каждой стране она будет по-разному. В России это, например, 50% стоимости яхты. Поэтому наши яхтмены не регистрируют свои лодки там. И эти деньги уходят в офшоры. Также ограниченное пространство. Если ты, к примеру, хочешь погулять со своей собакой, то ты не можешь выйти в свой двор. У тебя его просто нету. Если ты хочешь остаться наедине с самим собой, ты, в принципе, тоже никуда не можешь уйти. У тебя вот всего лишь одна комната каюта, и все. Основной минус – это качка. Как говорят капитаны, у каждого человека есть своя волна. И это не обязательно она будет большой. Вот, к примеру, мы, когда проходили по волнам 7 часов, и в баллах это было приблизительно 2, меня так укачало и штормило. Но такого цвета я не был никогда в жизни, даже когда сильно отравился. С вами был Ярослав Кабаладзе. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал и кликните на колокольчик, чтобы не пропустить новое и самое красивое. Субтитры сделал DimaTorzok